К берегам родным будет тяга непреодолимой, хоть откуда, но вернусь я к ним, потому что русский я по духу, потому что Русь моя земля, потому что мать моя славянка и меня в России родила. Станислав из Краснодара. Отдыхает в лагере премьера не первый год. Сегодня он читает стихи. Строки из произведения мал еще посвящены России. Юный артист тяготеет именно к военно-патриотической тематике. Он неоднократно принимал участие в городских, краевых и всероссийских конкурсах, выступал на государственных праздниках, за что и получил сегодня благодарность от министра культуры Кубани. Это мое любимое стихотворение. Оно несет за собой патриотизм к родине. А я очень предан своей стране, я люблю ее безумно. Надо понимать о том, о чем ты читаешь. То есть слова говорить не просто так, ты должен понимать смысл каждой строчки, каждого слова, несенными этим стихотворением. По словам руководителей творческих объединений, воспитанники оздоровительного лагеря премьера, одни из самых сильных на фестивале. На галоконцерте юные артисты продемонстрировали цирковое искусство, хореографические номера, инструментальное творчество, а также вокальное мастерство. Я занимаюсь очень талантливыми детьми. Они, мне кажется, у нас самые лучшие. И дети все талантливые. И они занимаются целый год для того, чтобы выйти на сцену, увидеть зрителя, увидеть их восхищенные глаза, улыбки, услышать аплодисменты. Поэтому для них это очень важно. Без этого они, я так думаю, уже и жить не могут. Фестиваль «Анапа. Республика детства» проходит на протяжении всего курортного сезона. Детские лагеря и оздоровительные центры в отведенные дни презентуют свои творческие программы. Ребята из премьеры неоднократно занимали первые места и гран-при. Как отмечают организаторы, у них есть все шансы на победу и в этом году. Итоги фестиваля подведут в конце августа.